Здравствуйте, друзья! Рада участвовать в Центрально-Азиатской конференции по вопросам разнообразия и плюрализма в СМИ, хотя было бы гораздо приятнее встретиться с коллегами из региона в реальной жизни и быть в лучшем настроении. Год 2020 запомнится миру надолго, особенно журналистам. Для армянских журналистов это год приобретения уникального профессионального опыта работы в новых условиях, но также год большого количества сложностей – технических, финансовых, коммуникационных, законодательных. Я думаю, это характерно и для многих ваших стран. Первая попытка ввести ограничения в работу журналистов была предпринята в начале пандемии COVID-19. В условиях чрезвычайной ситуации было введено ограничение на публикацию информации. Редакции имели право публиковать только официальную информацию, не использовать материалы зарубежной прессы и вводила соответственность за публикацию материалов, которые распространяют панику, в том числе в соцсетях. Это решение встретило серьезное сопротивление со стороны как средств массовой информации, так и медийных организаций. И вскоре было практически полностью отменено. В июле 2020-го на армяно-азербайджанской границе произошли серьезные столкновения, которые оказали свое воздействие на поведение медиа, в том числе с точки зрения усиления самоцензур. И вот год идет на спад. В конце сентября серьезная эскалация снова на линии соприкосновения. В Армении вводится военное положение, в том числе ограничения для медиа. Отныне можно передавать только официальную информацию о конфликте. В качестве справки. Чрезвычайное положение в связи с коронавирусом было отменено лишь в сентябре, но взамен введен карантин до 11 января. Полгода тема пандемии оставалась самой актуальной, уступая время от времени теме конфликта и некоторым внутриполитическим проблемам. Это был нелегкий период, как и во всех ваших странах. Эксперты отмечают конкретные проблемы, которые связаны с работой журналистов в этот период. Одно из самых больших – это появление огромного количества фейков, непроверенной и скандальной информации, частое обращение конспиративным теориям, манипулирование фактами, введение людей в заблуждение. Эти приемы часто использовали оппозиционные медиа, многие из которых финансируются сегодня представителями или приближенными к бывшей армянской власти. Вообще тема ковида была сильно политизирована и часто использовалась в политических целях. Еще одной уже более профессиональной проблемой было наличие огромного количества официальных данных, которые не всегда доступны, визуализированы, современно и хорошо упаковано доходило до людей. Так думают эксперты. Несмотря на множество интервью, как на телевидении, так и в онлайн-медиа, сохранялся дефицит серьезного, взвешенного, глубокого анализа, более профессиональных, но доступных для широкой публики дискуссий, дебатов, объяснительной журналистики. Эксперты также отмечают дефицит человеческих историй в этот период. Но нужно признать, что в армянской медийной сфере можно было найти и визуализацию, и хорошие фичерсы. Одной из проблем, возможным, являлось и является плохое умение публики фильтровать информацию, а медиа доходить до своей аудитории. Маленькая аудитория многих качественных медиа и высокие рейтинги многих желтых изданий, рост сайтов-однодневок, так называемые ресурсы-грибы. Было ли обеспечено разообразие мнений в средствах массовой информации? Я отвечу так. Чаще всего нет, если мы анализируем отдельно взятый канал, одно издание. Да, если мы говорим об общей информационной сфере. Однако многим людям сложно ориентироваться на пестром медийном пространстве Армении. Читательские предпочтения не всегда четко сформированы, а качество и ответственность СМИ не всегда расценивается как основа для доверия. Со всем вышесказанным пересекается тема нашего разговора, нашей конференции. Насколько часто, продуманно и последовательно, глубоко и корректно рассказывают СМИ страны о различных группах и слоях населения. Я не хочу называть их меньшинствами. Боюсь не вписаться в рестоматийное описание понятия меньшинств вообще. Хочу выделить тезис о том, что каждая группа, община, культурная общность, этническая или религиозная, профессиональная, возрастная или даже политическая группа может стать меньшинством в зависимости от самоидентификационных характеристик. Может сложиться социально-политическая ситуация, способствующая выделению подобных групп, которые по различным причинам в определенные периоды времени могут определяться как меньшинств. Недавно мне на глаза попалось высказывание норвежского драматурга Генрика Ипсена. Большинство имеет за собой власть, меньшинство имеет право. Я думаю, что это высказывание многим из вас тоже знакомо. Немного переиначу эту фразу, актуализируя ее в информационную эпоху. Каждое меньшинство имеет право быть рассказанным. Каждая из таких групп становится основой многообразия наших обществ. Так вот, пандемия создала, на мой взгляд, группы, которые стали в определенный социально-исторический период меньшинствами. Возможно, их гораздо больше. Но в данном случае я хотела бы выделить некоторые из них. Врачи. Эта группа стала жить между двумя мирами. В каком-то смысле, будучи изолированной от внешнего мира. Больше всего работали, тогда как многие другие профессиональные группы находились в тотальной вынужденной бездеятельности. Врачи стали основной группой риска. Бесконечно подвергались критике, но и более всего удостаивались благодарности. История о врачах, армянские медиа рассказывали часто. Очерки, интервью, информации, гости в студии. Врачи становились акторами практически всех жанров. Хочу показать вам материал, который подготовлен командой 4+. Это группа женщин-фотографов, которые задались целью сделать фотографию историей, работать сильной визуальной медиа. Этот проект был сделан с нашей помощью и получил множество просмотров. Называется он «Реанимация». Автор этого проекта «Назик Армян-Океан». Материал о том, как врачи и медсестры боролись с невидимой войной. Так авторы назвали пандемию COVID-19. Наверное, не ошибусь, если скажу, что вторая группа, которую я назвала бы тоже меньшинствами, это заболевшие COVID-19. Пациенты не просто плохо себя чувствуют, задыхаются, ощущают непреодолимую слабость, страшную головную боль. Они теряли вкусовые ощущения и обоняние, но они еще и впадали в депрессию, доходили до психического расстройства часто, в ситуации изолированности от внешнего мира и близких. Чувство одиночества, покинутости, страх смерти, неизведанность болезней сделала их очень уязвимыми. Журналисты становились перед постоянным выбором. Общество должно знать о характере болезни и самый лучший путь рассказать о ней с помощью прошедшего через нее человека. Но тут возникает вопрос этического плана. Даже если герой соглашается на разговор, как сделать материал деликатно, не пугая аудиторию, не вторгаясь грубо в частную жизнь? Таких материалов было достаточно. Но хочу показать вам отрывок из одного репортажа, который сделан «Радио-Азатуши». Это «Радио-Свабод» и «Радио-Свабод» и «Верси», «Анавиша» и «Интернет» и «Ивкабил». Это «Авторит» и «Материал», «Авторит» и «Исстория», «Нарин» и «Галеч»». Это «Авторит». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, возможно, третья группа – это те, которые подверглись изоляции. То есть речь идет о нас с вами на самом деле. Это все те, кто был заперт в своих домах, в том числе пожилые люди. Многие мои друзья просто приносили и оставляли у дверей своих матерей и бабушек продукты, лекарства. Месяцами их не навещали, чтобы не подвергать опасности и риску заражения. Часто одинокие и страдающие от социальных проблем пенсионеры не всегда были в центре внимания медиа. Честно говоря, не так много материалов о жизни пожилых людей попадались мне на глаза, но хочу показать две мультимедийные истории, сделанные южнокавказским сайтом Чайхана. Это сайт, где публикуются материалы как из Армении, так и из Грузии, из Азербайджана. Автор этого материала – Асмик Бадеян, и он рассказывает о том, как пожилые люди побеждали COVID. В этом материале несколько уникальных историй. Рассказывается о женщине, которой 101 год, ей диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией, но она смогла преодолеть эту болезнь и выздороветь. Один из самых интересных материалов, который я встречала в армянской прессе, он сделан очень субъективно, в хорошем смысле этого слова, потому что он отражает личную точку зрения автора через фотографии, которые Инна сделала в течение всего этого периода изоляции. И сделала она именно с этого социального расстояния. Он еще интересен тем, что рассказывает о жизни интересного района в Ереване. Этот район, он по сути является в каком-то смысле научным кампусом, потому что построен вокруг знаменитого института физики, и люди, которые здесь живут, они объединены, многие до сих пор, не только своей профессией, не только своей работой в этом научном институте, но и тем, что это сформировало также некую их общность, некую общность их культуры, общность социальных, и, может быть, иногда даже политических взглядов. Они очень в каком-то смысле близки, и они все считают вот этот физгородок своим домом. Эти фотографии об очень многом рассказывают, хотя и отражают исключительно один очень короткий миг из жизни этих людей. Сейчас давайте просто остановимся на каких-то фотографиях, и вы, может быть, ненадолго углубитесь не только в армянский период изоляции, но и вспомните и свои вот эти месяцы, которые прошли в период пандемии. Я хочу закончить эту небольшую презентацию, показом отрывка из материала о езитах. Езиты – это национальное и религиозное меньшинство, которое живет в Армении, в основном в сельских районах. Лето, несколько месяцев летнего времени они проводят высоко в горах на подписях, поскольку многие занимаются животноводством. В этом материале есть некая ирония. Автор спрашивает, почему не носишь маску? И героиня отвечает, я не боюсь заразиться, я вообще из дома не выхожу. В данном случае, говоря, не выхожу из дома, она имеет в виду как раз вот эти пастбища, которые находятся на открытом пространстве, очень высоко в горах и очень далеко от скопления людей, от деревень, от населенных пунктов вообще. Я хочу, чтобы вы посмотрели на маленький кусок, этот материал, в видеокамент. Я хочу, чтобы это было не так, чтобы вы не знали, что вы не знали, что вы не знали. Нет, нет. Это было не так, чтобы вы не знали. Сейчас я покажу пять лет. На телевизору, я говорю, что я хочу, чтобы вы не знали, Я прикрыл это за разным влюбим. Я прикрыл ее. Расскажет что? Ми сейчас не поделим, ведь мы смотрим. Мы смотрим, что делаем. Что делаем? А это наша влюбная жизнь? Да, она работает. Мы смотрим это, что делаем. Мы слушаем это. Первый rate журналистов, возникновенных и разнообразных систем De La plus, связанные с историей. Используют в том числе различные мультимедийные инструменты. И возникает вопрос, как донести эту очень качественную журналистику до как можно более широкой аудитории. Как образовывать эту аудиторию. Как сделать качественные медиа действительно рейтинговыми. Над этим еще придется долго думать и работать. Этот разговор, наверное, несколько половинчатый. Потому что хотелось бы отметить роль общественного вещателя. Ведь именно он обязан предлагать аудитории контент, в котором представлены интересы национальных меньшинств. Различных социальных слоев и групп. Именно общественный вещатель обязан производить передачи, направленные на преодоление стереотипов. Этнических, расовых, религиозных. Обеспечивать плурализм мнений. Новый аудиовизуальный закон, который был принят в Армении летом этого года. Продолжая традиции старого, вменяет в обязанность общественному вещателю производство передач для национальных меньшинств. Не менее 30 минут в неделю на телевидении и 2 часа на радио. Но сегодня общественный вещатель не просто находится в процессе трансформации. К сожалению, он сегодня занят освещением войны, освещением конфликта. Так что к этой достаточно серьезной теме, которая требует и серьезной реформации, и новых концепций, и подходов, придется обратиться, когда мы вернемся к мирной жизни. Надеюсь, что это будет достаточно скоро. Я буду рада ответить на вопросы, если они у вас возникнут.